В конце 2022 года Российский научный фонд поддержал 27 проектов ученых Казанского университета. Одним из них стало исследование доцента кафедры экономической теории и эконометрики Института управления экономики и финансов Юлии Варламовой. Она получила грант на реализацию собственного проекта. Российский научный фонд является, можно сказать, одним из основных в России, который дает поддержку на научные исследования. Соответственно, эта заявка на самом деле была подана с той точки зрения, чтобы продолжить научные исследования, которые мы проводили в течение трех лет. Сейчас мы уже фокусируемся несколько на другом аспекте наших исследований и, соответственно, заявка сыграла. Проект Юлии Варламовой «Исследование данных в цифровой экономике. Пространственные эффекты, потоки и инфраструктурная обеспеченность» направлен на такой аспект цифровой экономики, как данные. Фокус в первую очередь на предприятия. Насколько им нужны эти данные, как они их получают, готовы ли они покупать и предъявляется ли какой-либо спрос на необходимую информацию. А дальше мы уже переходим на уровень стран. То есть, на самом деле, сейчас в цифровой экономике речь идет о том, что конкурентные преимущества получают те страны, которые могут данные предоставлять другим странам. И вот в этой связи нам хотелось бы посмотреть, какое место России, какие у нас есть конкурентные преимущества в этой связи, и уже спуститься на уровень регионов наших фирм-предприятий. По словам ученых, данный проект имеет большую актуальность. Ведь в настоящее время Министерство цифрового развития как раз занимается разработкой стратегии на ближайший год. Все, что касается хранения и генерации данных, находится на повестке дня. Сейчас весь мир идет по пути того, чтобы посмотреть, как сохранить свое конкурентное преимущество, когда мы переходим уже от нематериальных каких-то активов к данным. Что с ними делать, как с ними работать, биг-дейты сейчас у всех на слуху. Юлия Варламова и ее коллеги в рамках исследования намерены проанализировать цифровую трансформацию именно на уровне России, потому что она началась чуть позже, чем в остальных странах, что вызывает повышенный интерес к ее развитию. В 2018 году только Министерство стало разрабатывать методические рекомендации для предприятий, как осуществлять цифровую трансформацию. Отметим, что в рамках конкурса Российского научного фонда размер одного гранта составляет до полтора миллиона рублей ежегодно. Он позволяет лучшим научным коллективам воплощать в жизнь амбициозные проекты и получать результаты мирового уровня для науки, экономики и общества. Алина Красильникова, Александр Кузнецов, Универньюс.